Как улучшить инфраструктуру? Свои предложения сибиряки адресовали в Генпрокуратуру России. Например, в Машковском районе жителям не хватает безопасной детской площадки. Нынешняя пришла в негодность. Детям просто негде играть. Что предлагают земляки, узнавала Екатерина Стывко. В администрации Машковского района сегодня ажиотаж. На прием к заместителю генерального прокурора приехали 16 человек из 4 районов нашей области. У каждого свои проблемы. Сердце болит за село, говорит Евгений Денг. В Барлаке, откуда он родом, никак не могут заменить детскую площадку. Мужчина показывает фото. На пустыре горка, песочница и сломанные качели. Хотим, чтобы нам установили новую, современную детскую площадку, чтобы детишки могли радоваться. Нуждаются дети в этом, потому что места как такового нет, где проводить им свободное время, где можно поиграть. Ждать надоело, признается Евгений. Поэтому о проблеме рассказал заместителю генпрокурора страны. К сожалению, по стороне негативные прецеденты, когда на детских площадках происходят трагедии, повреждаются дети к высоту. Тогда мы привлекаем к уголовной ответственности муниципальные власти. Спасибо Евгений Денг. У нас есть все то, что вы поднимаете этот вопрос заранее, потому что наша задача не привлечь кого-то к ответственности, а наша задача решить вопрос. Глава Машковского района пообещал взять вопрос с детской площадкой на личный контроль. Следующая жалоба прокурору от жительницы Колывани Веры Ивановой. Женщина-инвалид. Говорит, в их поселке большая проблема со специализированными парковками. Если будет место для парковки простое, то уже возможность выйти из машины, пересесть на свое инвалидное кресло, такой возможности уже не предоставится. Улицу Советскую недавно отремонтировали, рассказывает женщина, но спецкарманы появились не везде. В проблеме теперь будет разбираться прокурор Колыванского района. По каждому обращению будет организована проверка. Заявителям будут даны мотивированные ответы, восстановленные законом срок. При необходимости будут меры приняты прокурорского реагирования с целью повлиять на ситуацию и обеспечить выковедство закона. В Болотном не хватает остановок и знаков дорожного движения. В Тагучинском районе освещение улиц и пандусов. Все это теперь на карандаше у Генпрокуратуры. Встречи с жителями области сотрудники правоохранительных органов проводят регулярно. Это помогает наладить взаимосвязь с населением и решить насущные проблемы граждан. Екатерина Стывко, Александр Миняйло, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова